Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психо-Харм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «За ужив облаки в мёртвых, разбивая молнии» мы сегодня будем рассказывать о нейролептиках при депрессии. Ролик называется «Латуда» или «Ролотекс». То есть мы попытаемся вам рассказывать то, чего не рассказывали пока. Действительно, у нас в нашей стране нейролептики очень часто назначают при депрессиях. Мы начинаем эту тему, начинаем очень осторожно, потому что... Или продолжаем скорее эту тему. Но тема действительно очень-очень сложная для понимания, поэтому мы постараемся разжёбывать всё постепенно по порядку. Поэтому мы решили сравнивать различные препараты. Вам будет понятно, почему один механизм действия лучше, чем другой, почему у одного есть такие показания, у другого нет. Поэтому вот такое сравнение «Латуда» или «Ролотекс». Кто не знает, что такое «Ролотекс», «Ролотекс» – это доступный арипипрозол. Потому что, к сожалению, у нас были очень-очень дорогие арипипрозолы. Вся надежда на «Ролотекс». «Ролотекс» появился. Довольно доступный препарат для лечения различных психических расстройств. Ну и прежде чем начать рассказывать о психических расстройствах, о депрессиях, о нейролептиках, которые используются при лечении депрессии, я должен вам рассказать историю, иначе вам будет всё непонятно. А прежде всего, вот этот фармацевтический рынок – это вещь особая. Потому что больной, как правило, не понимает, какое лекарство ему необходимо. Что там больной? Врачи не понимают, какое лекарство им необходимо, какое лекарство они должны назначать. И всё заменяют так называемые эффективные менеджеры. Что делают эффективные менеджеры? Эффективные менеджеры – это хуже, чем орки, потому что они направляют медицинских представителей. И эти медицинские представители давят на мозг различных врачей, и врачи начинают очень быстро поддаваться. Надо вам сказать, что многие, ещё раз говорю, многие думают, что врачи поддаются из-за каких-то материальных соображений, материальных выгод. Есть, не могу отрицать, есть действительно случаи прямого подкупа, я о них во всяком случае слышал, но очень и очень часто врачи просто, поскольку люди достаточно обездоленные, я не имею в виду московских врачей, а врачи, которые живут вне Москвы, люди достаточно обездоленные, которые маленькую зарплату получают, которым просто приятно, что к ним кто-нибудь зайдёт, подарит какую-нибудь ручку, блокнот, или что-нибудь там расскажет и улыбнётся им. Это обычно бывает достаточно для того, чтобы начать назначать какой-то препарат. Почему я вам об этом рассказываю? Дело в том, что брендовый препарат, который Арипипрозол, который назывался Абилифай, который у нас брендовый препарат, который первый заходит на рынок, так вот он зашёл к нам в Россию и быстро оттуда вышел. Ну, я не буду рассказывать, почему он вышел, потому что, честно говоря, я не обладаю никакой информацией, почему фармацевтическая компания прекратила поддержку этого препарата. Что такое поддержка? Это когда медицинские представители прямо группами бегают по различным этим самым учреждениям и навязывают препараты. В общем, это уже давно позади, и надо вам сказать, что Арипипрозолом мало кто интересуется. Почему это так? Почему я знаю, что мало кто интересуется? Смотрите, вот есть справочник Видаль, это отечественный справочник, хотя он вообще французский, но на русском языке издан про наше отечество, про Россию. Показания активного вещества Арипипрозол. Обратите внимание, лечение острых приступов шизофрении, поддержка терапии шизофрении, лечение острых маниакальных эпизодов биполярного расстройства, будем об этом говорить, и поддержка терапии пациента с биполярным расстройством первого типа. Вот, собственно говоря, показания. В Соединённых Штатах показаний гораздо больше. Здесь, в Соединённых Штатах, дополнительное лечение большого депрессивного расстройства, Раздражительность, связанная с аутизмом, лечением синдрома Туретта, нас сейчас это не очень волнует. Но, между прочим, это, поговорим, конечно, о использовании арипипрозола в детской психиатрии, должны, мы об этом будем рассказать. Но сейчас о дополнительном лечении большого депрессионного расстройства. Итак, этот препарат используется для лечения депрессии. Вы мне скажете, какое США имеет отношение к нам? Припоя, на самом деле, имеет отношение к нам. То есть, в США продолжает работать фармацевтическая компания, продолжает проводить испытания, исследования ФДА, Food and Drug Administration, ведомство Соединенных Штатов по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств, одобрило вот это показание. Это довольно серьезный процесс, потому что многие препараты вообще не проходят сквозь это сито. Бывают скандалы, мы об этом, кстати, тоже рассказывали. Здесь это все прошло. Но у нас-то этого нет. Если вы еще раз посмотрите, вот у нас этого нет вообще. Поэтому я вас очень и очень прошу. Вы, пожалуйста, не обижайтесь, что мы иногда используем вот этот вот LXLIST. Ком это достаточно хорошая база данных по препаратам, которые используются в Соединенных Штатах. Мы их используем не потому, что это препараты, которые вот так отоплены в Соединенных Штатах. Это просто потому, что ситуация такая. В нашей стране компания придет, ну что-нибудь она затвердит какие-то показания, потом уходит. И дальше она просто, ну не работает в этом направлении. Ведь, скажем, зарегистрировано это показание в Соединенных Штатах. Значит, надо это показание зарегистрировать в нашей стране для того, чтобы тоже можно было работать. Но поскольку, еще раз говорю, эффективный менеджер отсутствует, который занимается этим препаратом, то и показания отсутствуют. Зачем я это все рассказываю? У Ролотекса одна судьба, вот она такая. То есть, действительно можно использовать препарат при лечении депрессивных расстройств. Мы об этом, кстати, тоже рассказывали. Я думаю, что при наличии показаний в Соединенных Штатах это можно расценивать. И даже если вы будете лечить Ролотексом больного с депрессивным расстройством, с циркуленным депрессивным расстройством с помощью Ролотекса, это все равно будет нормально, потому что есть убедительное доказательство того, что он эффективно действует. Что, в общем, разрешено и Министерством Здравоохранения. То есть, если есть показания, если есть достаточно, скажем, в мире, и есть достаточно убедительных данных, что действуют, то можно тоже использовать и в нашей стране, хотя показаний, как вы понимаете, нет. Совершенно другое дело по поводу латуды. Вот латудой продолжают заниматься эффективные менеджеры. И они, конечно, готовы сунуть эту латуду туда, куда исовать эту латуду и нельзя. Ну, везде, где только можно. Ну, таковы менеджеры. Они хотят продать свой препарат. Почему я это знаю точно? Вот обратите внимание, пожалуйста, это Видаль, справочник лекарственных средств, который у нас. Лечение шизофрении в качестве монотерапии при больших депрессивных эпизодах. Вот обратите внимание, это депрессия при биполярном аффективном расстройстве. Шизофрении. Депрессия при биполярном аффективном расстройстве, это депрессия при биполярном аффективном расстройстве и в качестве дополнительной терапии вместе с норматимиками при больших депрессивных эпизодах, опять же при биполярном аффективном расстройстве. Но вы скажете, что тут отличного от, скажем, Соединенных Штатов? Отличное, интересно, следующее. То есть, эти люди, ничто же сумнящиеся, я имею в виду эффективных менеджеров, они взяли просто и вычеркивали, честное слово, они взяли и вычеркивали упоминание про возраст. Потому что в Соединенных Штатах четко ограничен возраст. Лечение взрослых и подростков в возрасте от 13 до 17 лет шизофрении, монотерапия взрослых пациентов, то есть, нельзя заниматься монотерапией, скажем, подростков и пожилых, дополнительное лечение с литием или с вольпратами у взрослых, опять же, пациентов. То есть, они взяли вот эти эффективные менеджеры и у нас просто подчеркали упоминание возраста. Еще раз, для чего я вот обращаю внимание на это. К сожалению, очень часто приходится пользоваться более точными показаниями, потому что вы видите, что показания, которые у нас, они могут отсутствовать, например, по объективной причине. Но не хочет фармацевтическая компания заниматься препаратом и все. И дальше этот препарат не растет. Или, наоборот, она хочет заниматься этим препаратом, но занимается различными подделками и вычеркиваниями. Поэтому мы часто будем, еще раз говорю, прошу простить, но мы часто будем сравнивать показания препаратов, которые есть в Соединенных Штатах. Ну, просто потому, что там есть какая-то хотя бы система. И там так не бывает, что сейчас вот фирма ушла и, значит, дало эти самые показания. Или фирма пришла и начинает там сама себе писать возраст или еще чего-то. Такого там быть просто не может. Итак, если мы теперь вернемся к Ролотексу и Латути. Итак, Ролотекс вместе с антидепрессантами, это комбинированная терапия, вместе с антидепрессантами, аугментация, показан при лечении рекуррентного депрессивного расстройства. В Соединенных Штатах это большое депрессивное расстройство. Суть дела, собственно, от этого не меняется от названия. Это повторяющиеся депрессии, достаточно тяжелые депрессии. Это так называемая депрессивная болезнь. Вы видите, что падает активность серотониновых, норадреналиновых и дофаминовых нейронов. Ну, и из-за этого вот возникает такое неприятное состояние, когда у человека и отрицательные эмоции усилены, и положительные он испытывать не может, и еще куча других симптомов на самом деле. И вот тогда можно использовать Ролотекс вместе с антидепрессантами. Теперь, когда используют Латути. Вы помните, что это депрессия, то же самое, но при биполярном аффективном расстройстве. Это большая разница. Почему? Потому что при биполярном аффективном расстройстве депрессии меняются с маниакальными состояниями. И падает активность при депрессиях теротониновых, норадреналиновых и дофаминовых нейронов. При маниакальных состояниях все наоборот. Причем, надо вам сказать, что вообще-то говоря, вот эти депрессии при биполярном аффективном расстройстве, они не такие, как депрессии при рекурентном депрессивном расстройстве. Они более короткие, как правило, и они могут на самом деле проходить сами по себе. То есть, вообще без лечения, потому что человек, не то, что он проходит, а течение болезни продолжается, он выскакивает в маниакальное состояние. Многие это очень и очень любят. Они говорят, что в маниакальном состоянии мы здоровые. Депрессию они считают болезнью. Ну и там очень много интересного происходит, когда биполярщик тебе рассказывает о течении болезни. Так вот, при таких депрессиях, которые сами по себе склонны к тому, чтобы проходить, может применяться или латуда в виде монотерапии, либо эта самая латуда вместе с нормотемиками. Ну, на всякий случай, что такое мания. Опять же, трехглавый дракон, и при этом трехглавом драконе, и отрицательные эмоции отсутствуют, и положительные эмоции усилены. Ну, конечно, куча других симптомов тоже, про которые мы вам рассказывали. Посмотрите, пожалуйста, у нас есть плейлист по этому расстройству, определенному аффективу. Итак, очень и очень важно понять, почему Ролотекс может использоваться в качестве дополнительного лечения, то есть добавок к антидепрессантам при лечении большого депрессивного расстройства или рекуррентного депрессивного расстройства, как у нас в нашей стране называется, как вообще в мире, неамериканском мире называется. А эта самая латуда не может при депрессивной болезни использоваться, а может использоваться только там, где депрессии такие, в общем, нестойкие, сами готовы перескочить маниакальное состояние. Причина эта, она состоит в том, что это совершенно препараты с разным механизмом действия. Есть различия между агонистами и антагонистами. Что такое антагонист рецепторов? Прикрепляется к рецептору, сам на этот самый рецептор не действует, не дает действовать никаким нейромедиаторам, просто прикрывает этот самый рецептор. Что такое агонист? Прикрепляется к рецептору и сам на него действует, и сам его возбуждает. Поэтому есть определенная разница между лурозидоном, латудой, Видите, это наша классификация, он относится к D-нейролептикам. D-буковка, мало, это значит, что он снижает активность, стрелочка вниз, дофаминовых нейронов, но достаточно слабо. А репепрозол относится к D-нейролептикам, такой приблизительно, знак приблизительно, который говорит о том, что дофаминовому нейрону навязывается низкая дофаминовая активность. Еще раз постараюсь объяснить вот эти механизмы действия. Итак, в норме работают нейроны. Два дофаминовых нейрона общаются между собой при помощи D-2 дофаминовых рецепторов на втором нейроне. Первый излучает улыбку, шучу, выделяет нейромедиатор дофамин. Тот касается D-2 дофаминовых рецепторов и возбуждает их, и возбуждение катится дальше по дофаминовым нейронам. Что делает латуда? Прикрепляется к дофаминовым D-2 рецепторам, закрывает их, не дает действовать дофамину, снижается активность дофаминовых нейронов. Что делает ролотекс? Ролотекс присоединяется к постсинаптическим, тем же самым D-2 дофаминовым рецепторам и возбуждает их. Да, дофамин при этом не действует. Сколько бы не было дофамина в межсинаптической щели, он не действует. Действует ролотекс, но действует возбуждающе. Воспользуемся схемой, которую разработал очень уважаемый профессор Штефан Сталь. Обратите, пожалуйста, внимание, мы вот так в раму, это самое кругляшок такой посреди слайда поместили. Значит, вот если дофамин, это как бы полная дофаминовая активность, видите, справа. Репепрозол ближе, это сниженная активность, ближе к низкой активности, и латуда это фактически нулевая активность, ну, близко к нулевой, потому что латуда слабый ингибитор, слабый антагонист D-2 дофаминовых рецепторов, поэтому все дофаминовые рецепторы он занять не может. Поэтому активность дофаминного некая сохраняться будет, но она все-таки ближе к нулевой. А репепрозол же возбуждает ролотекс, дофаминовые рецепторы и дофаминовые нейроны, следовательно, вот стрелочка установлена. Почему еще ролотекс, то есть, понятно, это очень важно, вот это продофаминовый эффект очень важен для того, чтобы лечить депрессию. Помните, что депрессия это всегда сниженная активность дофаминовых нейронов. И если у нас репепрозол дает возможность нейронам немножко разгуляться, то это очень и очень хорошо при лечении депрессии. Что еще есть у ролотекса и чего нет у латуды? Ролотекс является умеренным селективным ингибитором обратного захвата серотонина. Вот схема, на этой схеме слева нейрон, который спускает серотонин. Серотонин идет к следующему нейрону, касается серотониновых рецепторов типа 2А и производит возбуждение следующего серотонинового нейрона. Но есть специальный механизм. Этот механизм является механизмом селективного обратного захвата. Белок, который подхватывает серотонин и тащит его обратно в первый нейрон для последующего использования. Природа очень-очень экономна. Я этот механизм изображаю в виде грузовичков, которые вот по кругу едут. Что делает ролотекс? Ролотекс блокирует этот самый процесс и больше серотонина остается в межсинаптической щели. Тут нас стали спрашивать, а как же возможности ролотекса действовать на серотониновый рецептор типа 2А, серотониновый рецептор типа 1А. Надо вам сказать, здесь есть очень и очень интересная подсказка. Все это доза, зависимые эффекты. И, к счастью, у нас есть данные о том, как, собственно говоря, действовать для того, чтобы ролотекс был большим ингибитором обратного захвата серотонин. То есть, чтобы он лучше блокировал этот фермент, чтобы больше серотонина оставалось в межсинаптической щели, чтобы больше было возбуждение серотониновых нейронов. Это, между прочим, свойство было проверено в ряде исследований и была сделана, построена кривая. Доза эффективности показала, что между 2 и 5 миллиграммами арипипрозола, мы уже рассказывали об этом, явно нарастала эффективность. Затем при более высоких дозах до 20 миллиграмм эта кривая выходила на плато. То есть, дальнейшее увеличение дозы не давало эффекта. Это, видимо, связано с тем, что, еще раз говорю, действует на разные серотониновые рецепторы и, соответственно, эффективность наибольшая в дозе от 2 до 5 миллиграмм, даже близко к 5 миллиграмм, это наиболее эффективная доза. Причем, обратите внимание, переносимость показывала аналогичную тенденцию, хотя и с большей неопределенностью. Это означает, что 5 миллиграммов является оптимальной дозой с точки зрения эффективности и с точки зрения переносимости. Таким образом, у нас с вами есть совершенно четкое понимание того, почему этот самый препарат арипипрозол, он был зарегистрирован в качестве дополнительного препарата для лечения депрессивного состояния. Просто по одной простой причине. В отличие от латуда, больше дофаминовой активности, есть просеротониновая активность, то есть он действует на, по крайней мере, два типа нейронов из трех, которые важны нам при лечении депрессии. Теперь, что у нас делают эти самые орки и эффективные менеджеры, я имею в виду латудины менеджеры. Латудины менеджеры, они в общем-то, я не знаю, проповедуют они это или нет, или врачи сами дошли. И в последнее время до нас доходит известие, что латуда вместе с антидепрессантами начинает назначаться при рекуррентном депрессивном расстройстве. То есть это на самом деле не дело. Нет такого показания. Еще раз говорю, латуда показана с норматимиком, не с антидепрессантом, с норматимиком или монотерапией при лечении депрессии при биполярном аффективном расстройстве. Но при рекуррентном депрессивном расстройстве оно не используется, латуда не используется, потому что механизм действия не позволяет быть довольно, ну как бы скажем так, серьезным антидепрессантом, в отличие от ролотекса. Я бы вам очень и очень советовал, значит всем советую, и врачам, и пациентам, не использовать препараты не по показаниям. То есть это должна быть очень и очень обоснованная вещь, когда препараты используются не по показаниям. Допускается такое, допускается. Но не в этом случае. Еще раз, латуда не обладает серьезным антидепрессивным эффектом. Поэтому не может использоваться при лечении депрессивной болезни, в отличие от ролотекса. Пожалуйста, помните об этом, знайте об этом и старайтесь выполнять инструкции препарата, даже если эти инструкции редактируются орками, которые находятся в нашей стране буквально непосредственно. Ну и для того, чтобы обойти внимание этих орков, обращайте, пожалуйста, внимание на RxList.com. Еще раз говорю, ну ничего нет в этом зазорного. Если вы посмотрите показания для назначения препаратов где-нибудь там, потому что, еще раз говорю, все-таки они написаны как бы более правильным языком, чем в нашей стране. Ну ничего не поделаешь. Потому что у нас очень сильный нажим со стороны фармацевтических компаний идет. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Иначе откуда вы будете знать все эти самые тонкости? Пишите комменты, ставьте лайки, становитесь спонсором нашего канала. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok